так ну мы приехали уже на территорию нашего дома отдыха здесь соблюдены все меры против эпидемии коронавируса на входе вот стучает мужчина замеряя температуру и идем на рецепшен пришли на рецепшен сейчас будем заселяться холодного из корпусов очень симпатичный рецепшен тоже достаточно красивый внутри прохладненько то есть нет такой духоты как на улице так мы все вот мы начинаю заселяться заселение здесь в 11 часов выселение в девять часов пока правильно да еще подскажите пожалуйста если в последний день мы хотим прогнить один номер мы можем это сделать у нас смотрите только на сутки до можно продлить на пол суток нельзя а вы можете сразу по нашим номерам посмотреть нам от любой один из трех номеров бы продлить потому что выезд у нас пять часов еще такой вопрос можно добыть отметьте тогда что мы один номер сразу продлеваем еще у нас вопрос сразу для наших подписчиков если люди не продлевают номера просто выселяется в 9 утра как положено но поезд у них будет в пять вечера имеют ли они права бесплатно оставаться на вашей территории до вечера можно остаться без до какой-либо оплаты спасибо огромное это очень здорово так я хочу всех обратить внимание что в отеле соблюдены все санитарные нормы во первых есть антисептик коврик на входе таплички то есть все 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 абсолютно на территории отеля зона отдыха можно находиться без масок поэтому здесь все спокойно люди отдыхают сейчас покажем пляж все общественные зоны и так мы ждем своих свои ключи от своих номеров так ну что мы находимся на территории первого дома отдыха называется он алаколь resort с первого взгляда очень красивый очень красивая территория посмотрите здесь даже асфальт моют не знаю с какой-то пеной порошком но действительно все очень чисто и ухоженно есть несколько корпусов основных есть небольшие коттеджи территория вся зеленая имеются качельки очень много лавочек мест для отдыха очень много урн специально отведены зоны для курения и потом попозже покажу зону бассейна самое главное что здесь нам понравилось что бассейн здесь имеет то есть наполняет туда воду из озера и самое главное что она подогревается это очень удобно для тех кто поедет сюда отдыхать с детьми сейчас пойдем смотреть номера мы получили ключи от номера номер находится на втором этаже номер 120 пойдемте посмотрим как выглядят номера категории стандарт у нас таких три номера зона отдыха очень популярна поэтому когда мы бронировали уже не было в наличии даже люксов пока заходим номер я хочу чтобы все хорошо понимали что в этом корпусе в этой зоне отдыха есть номера категории эконом имейте виду что окон в категории эконом вот таких больших нет это будет небольшое окно в стене или в потолке и так что же есть у нас в стандарте на вид комната примерно где-то около наверное 17 18 квадратов есть стол с чайным набором но при этом не чайник кофе нету главное что чайник есть телевизор с несколькими каналами здесь находится холодильник причем он не самый маленький такой достаточно вместимый вот он и сейф есть один большой шкаф он пустой здесь нет ни тапочек ни халатов хотя в описании говорилось что тапочки вроде как есть но попозже узнаем есть одна двухспальная кровать стандарты все идут с двухспальной кровати с раздельными кроватями номеров нет размер кровати метр шестьдесят на два то есть ширину это кровать метр шестьдесят если вы два человека не очень большой комплекции в принципе вполне очень даже мы будем жить с дочью нам вполне подойдет попали так вот такой у нас ведь открывается смотрим на детскую площадку на кафе думаю вечера будет нам слышно живая музыка ну посмотрим идем проверяем ванную комнату что есть там так пол посмотрите какой интересный ну санузел естественно очень здорово что здесь есть сушилка есть фен полотенце есть полотенце еще на кровати если заметили положили пляжные они серого цвета душ кабина с шампунем из гелем и вот такая вот полочка и есть зубные щетки два человека две зубные щетки 2 мула пойдемте покажу полотенце для пляжа они вот такого серого цвета то есть белого это для номера серого пожалуйста на пляж на бассейн так сейчас мы пойдем посмотрим номера еще в третьем корпусе они немножко отличаются от первого и второго корпуса и дизайном поэтому давайте посмотрим корпусом такой по себе весь деревянный сейчас я покажу как номера категории стандарт плюс они немножко больше чем просто стандарты здесь убирается но вот нам согласились номер показать немножко другой шкаф посмотрите и кровать большего размера на первый взгляд может быть не совсем видно но если в категории просто стандарт кровать метр шестьдесят на два то здесь кровать метр восемьдесят или 2 на 2 а так в принципе номер во всем остальном такой же но и сейчас посмотрим номер категории просто стандарт в этом корпусе вот она видите он немножко другой чем в нашем в первом корпусе чисто дизайн отличается здесь добавлено больше дерево вот кровать немножко она поменьше кондиционер в каждом номере телевизор и чайный набор но и почему-то мне кажется что здесь номера чуть поменьше размером чем в первом и втором корпусе сейф и тапочки мы нашли лежат вот они в тумбочке так и санузел посмотрим еще в этом корпусе сушилка санузел здесь тоже немножко по размерам поменьше чем в первом и во втором корпусе но не критично в первом корпусе например сушилка полностью у нас помещается в ванной комнате здесь ее конечно негде поставить так ну что мы заселились выдали нам при заселении вот такие браслетики всем одели на руку и сейчас мы из территории нашей зоны отдыха идем на пляж вот он посмотрите пляж буквально 100 метров до пляжа асфальтированная дорога перед пляжем благоустроенная территория и сейчас мы это все посмотрим охраняемая парковочка есть здесь вот слева есть супермаркет большой перед пляжем зона с бассейном есть детские взрослые хочу чтобы все обратили внимание что здесь полностью заменены шезлонги на фотографиях самой зоны отдыха такие показаны не очень удобные шезлонги а здесь посмотрите стандартные хорошие новые деревянные вода в бассейне она с озера и она подогревается специально чтобы деткам и взрослым было очень комфортно купаться посмотрите есть переодевалка зонтики столики урны все очень удобно сделано вот мы спускаемся от бассейна немножко вниз и сразу выходим на пляж колоколь резорта вот его шезлонги пляж достаточно большой он огорожен то есть все вот эти вот катера не могут заезжать есть пирс и вот здесь сауна у многих посмотрите берег вот такой обрывистый но лаколь резорт сделал себе такой очень прямой спуск заасфальтировал дорожку прям до берега сейчас пойдем посмотрим какая температура воды в озере в июле месяца точнее уже в конце июля и вот эти вот все как я их называю не совсем удобные лежачки но зато они как бы стенечком с такой крышей они перенесены все абсолютно на пляж а вот хорошие деревянные оставлены на бассейне отдыхающих очень много и лежаки на первый взгляд все абсолютно заняты на пляже такая достаточно крупноватая галька но туда ближе к берегу сейчас мы спустимся она гораздо мельче 21 июля алла коль вода теплая действительно теплая не холодная то есть хорошо озеро очень хорошо прогрето полина как водичка а заходить удобно камушки не больно ножка вот так вот так что кто еще не подумал покупать путевку на алла коль или нет или не решил все идем и покупаем путевки в натали тур на алла коль доске или я 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 Жирик у вас бывает? Большой? Нет, не бывает. Кукурузу брать будете? Одну кукурузку можно брать? Поленьки? Хочешь? Нет. Почему? Почему кукурузка? Тебе посолите? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, спасибо большое. Карас по тысяче. Карас по тысяче, да? Да. А это что? Туда. Он почем? А, он поменьше. А большие рыбы бывают? Мы что-то второй день ищем? Нет, нет. Нету, да, ну ладно. Мы сейчас идем посмотреть, что у нас происходит. Вот здесь есть детская зарядка. С утра вот возле этой большой сцены проводят все желающие, пожалуйста, утренняя разминка. Вечером здесь работает кафе. Многие меня уже спрашивают, чтобы перепросил, чтобы я сразу посмотрела и показала, озвучила цены. Все обязательно сделаю. Вот сразу хочу сказать, что вот это кафе работает по системе депозита. Что это значит? Это значит, вот за каждый столик вносится депозит не менее пяти тысяч тенге. Вот оно объявление. То есть гарантия того, что потом люди придут сюда и захажут не меньше чем на пять тысяч тенге. Так, сейчас мы зайдем в основную столовую и посмотрим, что там есть. А потом еще чуть попозже я сделаю обзор супермаркета, который есть на территории. Тоже покажу по ценам, сколько стоит и вода, и соки, и пиво, и мороженое и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивение есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без маски не отходите. Подеваем маску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть система раздачи. Здесь выбираете себе что хотите и дальше платите. Пойдемте посмотрим, что есть по ценам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, посмотрите, есть творог и завтрак с фрунтами 250 сенге. Пахлава 500. Чап-чап 450. Есть прироженная. Ну, не знаю, возможно, как раз на банках. Молочная девочка была по 800 сенге. Сельба 150. Мед. Йогурты. Можно даже купить каилку с кубками. Цены, правда, нету, но потом возьмем. Я обязательно скажу, сколько это стоит. Так, что еще? Морс 180. Оливье. 580. Свекольный. Медончик. Медончик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, да, цены? Вот, пожалуйста, любимая еда детей. Бургер с котлеткой 700 сенге. Очень хорошая цена. Кашка, посмотрите, на утро для детей. Просто милое дело. Тоже достаточно доступно. 457 Так, что еще у нас есть? Я считаю, что очень хорошее меню, потому что есть даже наггетсы и фри. Различные сосиски и сортельки. И это все только завтра. Вам кушаем по фарикам сэндвичи на 180. Так, хлебок. 4 кухонки. Пицца. Сэндвичи. Есть. Кибель, пожалуйста, 120 герд, что-то. И обратите внимание, очень-очень много блюдачки. Просто огромное количество. Все достаточно недорого. Хлеб один кусочек 20 тенге. Беляш 200 тенге. Пирожки с картошкой 150 тенге. То есть очень-очень много всего. Сейчас покажу по ценам. Выпечка вкусная. Выпечка, да? Ну, вы знаете, я считаю, что, в принципе, для аккуратной зоны это неплохо. Вам надо показать? У нас в Карасаде. А, Бускатаган? Да, Бускатаган, да? Мне кажется, цены... Ну, мы сегодня уезжаем уже. Да, мы только приехали. Одиннадцатый день сегодня. Как вам в целом здесь? Ну, в целом хорошо. Ну что, дорогие путешественники, сейчас мы пришли еще раз на летнюю террасу, чтобы подробнее узнать, какие блюда готовят здесь вечером, что можно заказать и сколько это самое главное стоит. Коктейль, это сазан, каприца в дыму. Килограмм у нас по 500 минут. Это самое такое эксклюзивное блюдо в вашем кафе, правильно я понимаю? Нет, не эксклюзивное, но здесь ее любят, в основном заказывают. Да, пакеты у нас. А что еще мы можем заказать? Какие напитки у вас есть в баре? Обычные соки, лимонады. А можете цены нам примерно озвучить? Цены на человека... Коктейля от тысячи до трех тысяч. Я сейчас делаю на такую паузу или так очень медленно все засниму, посмотрите. Еще подскажите, пожалуйста, в течение какого времени все это готовится? Коктейл готовится заранее. Заранее заказывается. За день нужно заказывать, да? За день заказывать. Потому что ее маринуют, потом готовят 3-4 часа к банкетным спектрамм. Что вечером нас ожидает? Это будет живая музыка или это будет концертная программа? Стру программы, концерты, развлекательные аниматоры есть, дискотека для взрослых, для молодежи. Начиная со скольки часов? Это с 8-9 где-то так. До этого аниматоры с детьми играются, развлекаются здесь. Люди сидят, заказывают. И до скольки? До 11-13. Потому что у нас фанскол ближе к гостиницам, и за это только до 11-15. Музыка и Ипан. Дальше можете пройти. У нас еще есть кафешка. На пляже? Да, на берегу. Там работает до 3-х бар. И также музыка, дискотека. То есть, если кому-то не хватило, можно будет пройти на пляж, да? И там до 3-х ночи можно будет продолжить веселье. Правильно? Да, так. Спасибо огромное. Очень все понятно. Можно мы еще нашим подписчикам и нашим путешественникам покажем, какие напитки есть у вас в баре? Да, конечно. Спасибо. Вот посмотрите, пожалуйста, дорогие путешественники, есть и Джеймсон, и Чивос. Чивос, причем 12-летний. Джек Дэниелс. Вино. Красное, белое. Шампанское. Мартини. Текила, естественно. Самбука. Ну и различные ликеры. Естественно, водка. Русский стандарт. Что еще там? Финляндия. Что-то еще. Я не особо разбираюсь в этом. Для детей есть различные напитки и соки. Это кола спрайт. Конаквая. Касай. И для любителей пива есть, помимо бутылочного пива, есть еще и разливное пиво. А какое разливное пиво у вас здесь есть? Разливное пиво у нас Хайникин, Банная, Жигулевская, Барга, Шемкенский. А можете подсказать, сколько стоит хотя бы кружечка шемкенского? 500. 500. А Хайникин? Хайникин 1100. 1100. Спасибо огромное. Сейчас время 6 вечера. Аллахольн Резорт. И вот с 6 вечера до половины восьмого здесь в крытой такой большой беседке или в большом шатре проходит детская анимация. Сегодня это такое театрализованное представление с мультяшным героем Бэтмен. Бэтмен Джигулон, да? Он предлагает деткам пройти различные конкурсы, препятствия. Ну, все на ура проходит. Полтора часа вечером для деток вот такие развлечения. Молодцы, молодцы, молодцы. Вот так мы надуваем большой круг энергетики. Детской энергетики. Ой, ой. Вы знаете, кто это? Это Мини Маус. Знаете, кто я? Знаете, кто я? А почему я поэтмен? Сейчас покажу, что дают на ужин в Аллахольн Резорте. Пойдемте посмотрим основной ресторан или кафе. Что же здесь есть? Ужин здесь с полседьмого. Вот только что открылось, поэтому пойдемте посмотрим ассортимент. Вот так выглядит помещение. Много столов. Есть еще отдельная зона на втором этаже. И можно, если вы хотите, вот на летней террасе тоже эту же пищу взять, туда вынести. Но там, как я уже говорила, есть или действует система депозитов. Пять тысяч платить и помимо столовки набирайте еще что-то. Итак, смотрим, что же есть. Давайте начнем с самого начала. Ну, во-первых, здесь много выпечки. Я сейчас буду показывать, чтобы, если надо, ставили на паузу и смотрели цены. Баусаки есть по 70 тенге за штучку. Чебуреки по 120, булочки. Беляши, самса, пирожки с картошкой и капустой. То есть сейчас мы пришли к открытию, все-все-все абсолютно есть в наличии. Сэндвичи, бургеры. Курица по-тайски 900 тенге. Это за порцию имеется в виду. Макароны по-флотски вот такие вот включенные. Дальше баранина с овощами. Курица по-мексикански. Рис с мясом. Мини-коктал. Здесь это прям целая история. Это сазан. Сделан либо на пару, либо на огне с овощами. Но здесь все говорят, что кто был на Алла-Коле, нужно обязательно попробовать коктал. Курочка в кляре. Есть восточные сладости по 1200. Банан, пожалуйста, 250 тенге. Арбуз. 100 тенге за кусочек. Вчера, кстати, арбуз был по 120 тенге. Не знаю, почему. Либо это две разных кухни, одна здесь, другая там. Сейчас посмотрим. Но вчера мы брали по 120 тенге. Дальше есть наггетсы, сосиски, кордельки, цыпленок табака. Вот такая вот типа манку, это как ханума, больше. Рис, припюре, гречка, голубцы. И посмотрите, все недорого. То есть фри 550 тенге за порцию, пюре 400 тенге, гречка 350 тенге. Дальше, что есть еще? Котлета, аллахоль, запеченная с помидоркой с сыром, пельмешки. Пожалуйста, пельмени порция 650 тенге. Суп по-домашнему есть. Суп с фрикадельками, борщ, чечевичный суп. И даже есть окрошка. Вот, уже приготовлено для супов чашечки. Слива есть по 70 тенге и киви по 120 тенге. На каком канале смотреть? Я путешественник. Греческий салат по 580. Здесь от Цезарь 780. Есть сметанка, мён, гущёнка, снежок, кисель. Посмотрите, даже есть такие знаменитые десерты, как молочная девочка. Так, смотрим, что есть еще. Еще несколько салатов. Муравейник, это уже не салат, это сладости. Муравейник, чак-чак, красный бархат. 800 тенге он стоит. Может, по 180. Дальше, можно взять просто кусочек сливочного масла, пожалуйста, и компот по 150 тенге. Также здесь в наличии всегда есть йогурт. Так, раздача. Ну, сейчас посмотрим там, потому что вчера арбузы там были дороже, не пойму почему. Давайте посмотрим, так не так. Так, что здесь у нас? У нас есть Цезарь, саратов салат фруктовый, салат греческий по 580 тенге. Компот также 150. Дальше, смотрим, есть морс. Здесь, видать, что-то осталось с завтрака, товарок на завтрак 250. Чак-чак по 450. Здесь есть молочная девочка по 800 тенге. И, посмотрите, есть пахлава. Не знаю на вкус, сегодня постараюсь попробовать, потом расскажу вам. Так, смотрим, что здесь есть. Здесь у нас есть тевтельки, чечевичный суп, суп с фрикадельками, пельмени точно так же, тоже как тал, сазан, кокунь, груша по 120 тенге, говядина с овощами 1300, голубцы, один голубец 350 тенге, также макароны по-хлодски, куриная грудка, яблоко одно по 120 тенге, киви по 120 тенге, так, идем дальше. Посмотрите, есть запеченные куриные ножки, также крылышки, баранина с овощами, это все цены за порцию, то есть баранина с овощами 1300 тенге за порцию. Есть плос по 950 тенге, фриз с мясом, дапанжи, ой, какой же вкусный дапанжи в Китае, здесь тоже сегодня постараюсь попробовать, скажу, запеченные вот такие чикен ножки, сосиски, сардельки вчера пробовали, ну, скажем так себе, бургеры, клапсэндвич, наггетсы, сырные шарики, и опять же большой лоток с печеными булочками, чебуреками, сосиска в тесте, баурсаки, всего-всего очень много, сейчас покажу по ценам. Итак, смотрим, сосиска в тесте 180, чебуреки 120, пирожки 150, баурсак 70, булочка с маком 180, с начинкой 260, кусочек хлеба, беляш, и самса слоеная. набираете, что душе угодно, что хотите, что нравится, и дальше вот здесь на кассе вы расплачиваетесь. А подскажите, карточкой можно оплатить? Да, можно на кассе, с переводом. Переводом только, да? А какую карточку? И на ла можно. А карточку какую надо иметь, чтобы переводом сделать? Перевод, чтобы сделать? Каспий голд? На Каспий, да. На Каспий голд можно, да? Спасибо огромное. Идем сейчас показывать вам детскую площадку, вот за основными корпусами. Это обратная сторона. вот здесь за деревьями есть детская площадка. Сейчас еще только начало 10 утра, поэтому батут сдут. Чуть попозже его надуют. Обратите внимание на искусственное покрытие на площадке. Очень мягкое, чистое. Детская площадка достаточно новая и в хорошем состоянии. Полин, расскажи, что это? Это корабль. С домиком. Домик маленький, но вместимый. Руль крутится. Срезать, конечно, не умеет, но ничего. Качельки, несколько видов. Есть вот такие для малышей. Да, это прям для малышей. Это уже по старших цветам. Вот так вот. И вот так. Еще вот такая качелька. Пойдем дальше, посмотрим. Тоже для деток помладше, да, Полин? Тебе сколько годиков? Семь лет. Ой, прости, пожалуйста, тебе семь лет, поэтому... Чуть-чуть для помладше детей. Есть несколько тренажеров также на площадке. Вот такие вот совсем прям малюсенькие качельки. Горка тоже, да, для маленьких деток. Да, и сколько, да. Она горячая. И вот такая еще для малышей. Вот Полина сказала, что нагревается пластмасс. Лавочки для родителей, если кто-то будет следить за своими детками. Мама. Да, доченька? Тут еще есть даже гусеница. Вот такая вот небольшая детская площадка есть. Так, сразу за детской площадкой мы видим такую зону с беседками. С большим шатром. Думаю, вечером мы сюда еще вернемся. Я покажу, что вечером здесь происходит. Думаю, вечером, вечером. Субтитры сделал DimaTorzok